У меня детский церебральный паралич. Этот диагноз с каждым годом может становиться хуже. Этот диагноз мне как раз и не позволяет делать то, что делают обычные дети. И это дается мне сложнее. Даже подниматься по лестнице мне тяжело. Моё детство было беззаботным, весёлым, в принципе, как у обычных детей. Но всё изменилось тогда, когда я пошла в школу. И школа — это то место, куда я точно не вернусь. И школа — это то место, где я не думала, что из весёлого и доброго ребёнка я смогу стать более твёрдой. И столько, может быть, зла вообще в людях. Меня обижали, меня оскорбляли, меня принуждали делать плохие вещи. Мне угрожали. И это было всё очень тяжело. И сейчас, в принципе, тоже. Эту проблему мама пыталась решить мирным путём. Писала родителям, типа, поговорить со своими детьми, чтобы у них всё, как бы, они всё поняли и так далее. Потому что моей дочке неприятно, ей больно и так далее. Родители, мы не знаем, говорили или не говорили. Но результат этого никакого не давало. Учителя об этой ситуации прекрасно знали. Они могли только меня опозорить перед классом, сказать, что, типа, обратить на меня внимание лишнее, которое мне не надо. И потом, после этого урока, когда это всё обсуждалось, меня ещё сильнее обижали. Поэтому это пыталось решаться всё мирным путём. Но потом один раз моя мама не выдержала. И пришла в школу. И, оказывается, администрация, администрация школы, об этом вообще не знала, что вообще происходит. Я хожу в обычную школу. И вместе с моей сестрой. И дети не понимают, что я могу отличаться от них, и я что-то не могу сделать. И я им пыталась объяснить хорошо, что вот я так не могу, я могу сделать по-другому. Но они всё равно меня не слушали. Они меня оскорбляли и обижали. И это очень тяжело, когда в классе 31 человек, и только 4 из них на твоей стороне, а все остальные тебя булят, обижают, не понимают, оскорбляют. И это тяжёлый был период в моей жизни, который продолжается и сейчас. Я не могу бегать быстро, выполнять какие-то эстафеты, так, как хотелось бы детям, которые в моей команде, или, ну, я в их. Вот. Не могу выполнять какие-то упражнения. Зато я выполняю лучше всех остальных мальчиков. Подтягиваюсь, отжимания. Вот. Но они смотрят не на то, что я умею делать лучше их, а только на мои минусы. И на это указывают внимание, что я не умею то делать, что я как-то это плохо делаю, что я их подвожу и так далее. Я не могу, потому что у меня детский церебральный паралич. И этот диагноз с каждым годом может становиться хуже. И этот диагноз мне как раз и не позволяет делать то, что делают обычные дети. И это даётся мне сложнее. Даже подниматься по лестнице мне тяжело. Вот. А как я пришла в спорт? В спорт я пришла достаточно спонтанно. Я всю всю свою жизнь занимаюсь спортом, но как именно в теннис. Я была на реабилитации. Я вижу объявление, что вот будет теннис, и можно сходить попробовать. Я сходила, попробовала. Поняла, что мне очень понравилось. Меня пригласили в олимпийский центр, где раньше проходили занятия. И там меня затянуло. И вот я уже четвёртый год занимаюсь теннисом на колясках. Успехи хорошо. Я восьмая ракетка мира среди девочек и нюморок. Третья девочка в Европе, которая попала в топ-10. Так что... И я в латвийской сборной по теннису на колясках. Да, в детстве я не использовала коляску. Я всегда передвигалась на своих ногах. У меня есть маленькие оборудования, которые мне в детстве помогали передвигаться. Но коляску я не использовала, как на постоянной основе. Коляске в теннисе спортивные именно отличаются от тех, которые люди используют в обычной жизни. Это заняло буквально 2 недели, чтобы привыкнуть, чтобы начать хорошо ездить. Но это заняло у меня 2 недели, потому что у меня хорошо работают верхняя часть и руки тоже. Те, у кого с руками проблема и с верхней частью, тем это, конечно, тяжелее. Потому что ты, получается, везешь твой вес на своих же руках. И поэтому руки у нас сильнее, чем ноги. Моя первая победа была на турнире в Бельгии. К этой победе я очень долго шла. Я очень много тренировалась. Ну, старалась много тренироваться и дома работала. И когда я победила, это было такое счастье, что я победила, что я справилась. Потому что та девочка, с которой я играла, она тренируется 5 раз в неделю. Плюс у нее спортзал и там всякие диетологи, за ней стоит целая команда. И я так была счастлива, что я ее выиграла. Это неописуемые ощущения. Я желала, чтобы каждый, кто занимается спортом, ощутил это ощущение победы, когда ты справился, когда ты выполнил свою цель. И я была безумно рада. Я даже плакала, когда я выиграла, потому что это было достаточно тяжело, чтобы выиграть. И я справилась с этим. Я на каждой тренировке тренируюсь так, будто я тренируюсь в последний раз. Я очень внимательно слушаю тренера, потому что даже за этот час мне нужно хоть чуть-чуть что-то улучшить, что-то больше услышать, что-то больше понять, чтобы на следующей тренировке лучше это все получалось. И когда мы готовимся к турнирам, то моя тренер, она всегда спрашивает, есть ли то, что я не уверена, что получится хорошо на турнирах. И мы тогда это каждый раз прорабатываем до того, чтобы получилось хорошо, даже без ее помощи. С мотивацией все достаточно обстоит по настроению, потому что я понимаю, что мне нужно прийти на тренировку, чтобы хорошо сыграть на турнирах. Мотивацию мне дают мои родители, моя семья, подружки. И, конечно же, мое здоровье, потому что я знаю, что это для моего же здоровья, и это мое хобби, это мое все. И поэтому я даже, если у меня закрадывается мысль не идти на тренировку, я все равно иду, потому что, когда я прихожу после тренировки, у меня такая приятная усталость, что я пришла на тренировку, что я так хорошо проработала все, что я хотела. И поэтому с мотивацией я думаю, что у меня обстоит дело хорошо, но если бы не моя семья, то мотивация была бы, практически бы ее не была. По поводу Паралимпиады, через годик-два я хочу уже прямо нацелиться на это, чтобы быть готовым, чтобы меня взяли туда, чтобы попасть, в принципе, на Паралимпийские игры. Нужно пройти классификацию на чемпионат мира, поехать на чемпионат мира, а потом уже после чемпионата мира у нас Паралимпиада. Я считаю, что я достигла многое в свои 14 лет. Я считаю, что это неплохие результаты, хорошие результаты, к которым многие идут много лет. То есть я была на классификации чемпионата мира, когда многие в свои 50 лет туда не попадают, а я в свои 14 там была, поэтому я считаю, что я хороших результатов достигла в свои 14 лет. Я не собираюсь останавливаться, хочу достигать еще больших результатов, поехать на Гранд Слама и попробовать в них себя. Я сожалею о том, что в какие-то моменты жизни я не смогла собраться и сказать людям, что нет, я не такая, что я смогу, что я справлюсь. И я жалею, что когда у меня был очень тяжелый период в жизни, как раз когда в школе типа булили, я не смогла справиться с давлением и стала более грубой, более твердой. Вот. А не смогла остаться, не смогла... Я уже не могу радоваться так часто, как радовалась до школы, до того момента, как меня начали болеть. У меня есть двое сестер и один брат, и в моменты я бываю с ними грубой. Не потому, что я хочу быть с ними грубой, а потому, что школа так повлияла, что я уже не могу... Как... Когда мы с ними ругаемся, я не могу им сказать спокойно, что так не надо делать или еще что-то, а сразу защитную реакцию. Вот. В спорте, наоборот, наверное, это хорошо, потому что ты тогда можешь всю свою обиду, злость... Ну, в моем спорте ты можешь обиду, всю злость направить в удары, собрать концентрацию вот как раз этих злых эмоций и направить их все в игру. И тогда уже получается, что у тебя нет ни злости, ни грусти, никаких таких плохих эмоций, которые могут тебе помешать в повседневной жизни, а ты их всех оставил на корте и хорошо позанимался, и остался без плохих эмоций. Наверное, на данный момент все мои мечты связаны с моим спортом. Вот. У меня есть мечта, цель поехать опять же на Гранд Слама, показать себя и узнать что-то новое, познакомиться с другими крутыми теннисистами, которые бывали на этих Гранд Слама, может быть, каким-то опытом со мной поделятся. Вот. И еще хотелось бы все-таки мечта это все-таки поехать за границу, потренироваться, чтобы набраться опыта и уже приехать сюда и уже тогда весь опыт вместе с тренером обсуждать и двигаться дальше. Я думаю, что я счастливый человек, потому что у меня хорошая семья, я занимаюсь своим любимым делом, у меня есть друзья, у меня есть, мне кажется, все, что нужно для счастья, для счастливого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова